МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Навина региона» у студии Олена Мелещанкова. Добрый день, сегодня у выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До проведения массовой уборочной кампании профсоюзы Беларуси проверяют умовы працы механизаторов. Наведают о малькожную восподарку. Почас мониторингу специалисты звертают увагу на наявность спецадзения, организацию харчавания, увогули комфортных и беспечных умов працы. Лазня на мех дворы працуя без выходных. У экспериментальной базы «Спартак» Школовского района ведают, что это важно для механизаторов. Мы приезжаем после работы, идем, помыемся. Сразу пройдем еще раз локотестер, потом помыемся и еще идем домой. Стан здоровья двоечу день проверяют и у механизаторов, и у керауництва господарки. Нема пытанев у представников профсоюза до покою аховы працы. Организация зоны отпочинку у майстерни так сама под увагой. Спецадзения тут выдадзена усим працовным, только вось не кожный чамусти им корыстаецца. Справные вогнетушители повинны быть и на технице, якая у ремонта, у господарцы кажут. В око замылился и часом дроби зенебачны. По организации харчевания три разы в день у приклад профсоюза ставить слегаспредприемство Нива Шкловского района. Животноводы приходят сюда. Приходят животноводы, которые не здание в деревне. Сколько удерживаете за питание? 30% стоимости. 30% стоимости. Где-то рубль. Где-то рубль. А есть ли нарушения трудовой дисциплины? По полной. Это началась кормозаготовка с 29 мая. И вот по сегодняшний день с 5 работаем в 10 заканчиваем. У нас именно на посевную, на кормозаготовку мы кормим три раза, а уже когда уборка зерновых два раза. Ну, комбайны ж попозже выезжают, сейчас с 8-9 где-то, поэтому два раза кормим. Худка жниво, так что профсоюзы активизуют проверки слегаспредприемству на код забеспечения комфортных и беспечных умов працы. Татьяна Сергеичек, Миколай Соболев, Новины региона. Больше за 500 человек примут уделу 10-м международным инвестфоруме мы лын поспеху. Нагадаем, одна из масштабных падеи у экономицы региона пройдя селета 29-30 червеня. Традиционные основные мероприемства будут ладиться у спорткомплексе «Олимпийц». Головная идея селетнего форума – адлюстровать потенциал межрегионального развития. Юндасть махчимасть для супрацовництва окраину сферы культуры, гандлю и, как выник, инвестиций. Среди дельников форуму – представники России, Китая, Японии, Румынии, Венгрии, Франции, Польши и других. Организаторы меркуют представить на форуме лепшие инвестиционные и инновационные проекты в области. В программе «Сустречи», «Презентации» и «Навуково-практичная конференция». У другий день форума удельники наведают объекты по особных программах, а так само поудельничают у святочных мероприемствах, присвеченных Дню города. Фарбование арки, якая разместилась на Минской шашиу Могилёву, плануют завершить до 1 липеня. Специалисты Управления коммунальным будовництвом означают полностью завершенный объект предстания горожанам и гостям Могилёва до 1 вересня. Вокруг арки будет выполнено благоустройство, выполнены будут пешеходные дорожки из плитки, тоже разноцветные плитки в виде орнамента, будут некоторые элементы. Будет выполнено озеленение, посадка травы, установка малых архитектурных форм цветников. Будет скоро убран забор. И увидите всю красоту, которую мы здесь делаем. Сто годов овации и признание глядачу. Краснопольский народный театр отзначил свой юбилей и святковали, разумела, на сцене. Супала гэта с фестивалем «Театральные вечарыны». На его у Краснополе приехали гости из Беларуси, России, Украины и Литвы. Кольки их было? Як недавно сто. Усеяна приехали юбиляру повеншовать и постановки свои показать. Постановкой пьесы Василия Ткачева «Лёгкий новспомин» открылся театральный форум. На сцене артисты Краснопольского народного театра у головных ролях старожилы сцены Иван Ткачев, Людмила Зырна и Вольга Солдатенко. Зритель у нас очень особенный. Потому что у меня привычка такая была. Я играю на сцене и всегда смотрел в зал. Я видел каждого человека. И проходит год-два, приходит зритель снова смотреть очередной спектакль. И я снова вижу те же лица. И что интересно, они сидят на тех же самых местах. Уже те у них розная профессия или одно хобби – театр. Мы бежим с удовольствием сюда. Мы рады, когда нас приглашают. И мы рады, что у нас есть наш народный театр. Есть наш зритель. Есть мы – народные артисты этого театра. За сто годов на сцене Краснопольского народного театра были поставлены десятки пьес, драмы, комеды. Семый год эта сцена витая прихильников театральных вечерин. Вот гости форума Могилевски. Народный театр «Валентин» на сцене комедии «История одного окна». Не могли бы вы организовать моему помощнику номер рядом с моим? Он так, чтобы наши балконы соединялись. Нам же нужно быть вместе, верно, Джордж? Рустам Астамов тут у роли помощника премьер-министра и герой-любовник. Хоть сам признается, не роль афарбуя артиста, а артист ролю. Если роль интересная, то она, можно любую. Главное, чтобы режиссер работой нагружал. Вон он ходит, указания раздает. У народного театра каждый из актеров знаходит свое. Для одних это хобби, для інших макшимость реализовать себе у творчасти. Для меня театр, все, это жизнь моя. Я этим живу, я это люблю. Это моя семья, которую я собираю. И когда ко мне приходят, для меня каждый актер очень ценен. Это личность, это что-то родное. Это кусочек моего сердца, и поэтому театр для меня все. Три дни Краснополя жило театральными вишаринами. Завершение цеперешних фестивалю дало початок подрыхтовки нового. Виталий Ильинич, Виталий Алексеенко, Новина региона. Летний кубок Могилевской области по конным Трохборье проходит у областных центра. Переможцы, сярод лепших спортивных пар, вызначатся за три дни. Поспеховые выступления на споборницах для них станут проходным квитком на международный турнир, який стартует в конце червяня в Москве. Трохборье – самый складанный вид у конным спорта. Он культивируется в области у Могилеви и Горках. Но соседи на кубок не приехали. Переможцы вызначатся таким чином – сярод выхованок Могилевской школы. Сейчас этап полевых перешкод – так званный кросс. Задача максимум – как можно лучше пройти дистанцию и отработать без помылок все барьеры. Здесь все зависит от спортивной пары, взаимопонимания лошади и всадника между собой. Потому что, ну, если всадник готов, а лошадь нет, то, соответственно, наверное, результата никакого не будет. И, саправдой, в этом спорте решающим з'является миновита зладженность пары. Коннику важно уметь очувать наводренный настрой своего коня. Что ты можешь сказать о своей лошади? Ну, он, получается, уже не сильно молодой, как бы уже много где выступал. Была травма, и из-за нее, ну, как бы сейчас уже более побаиваться, прыгать. Ну, все равно, как бы выступаем нормально. Ну, на что рассчитываешь в этот раз? Ну, как обычно, чтобы выиграть, конечно. На Кубку атлеты представляют программу по троху с ровнях складанности. И хотя мужчины и женщины в конном спорте змагаются на ровных, в сироте дельников – одни конницы. На переде шето переодолене пирожкот. По выниках двух дюн с поборництва – самое значное досягнение у спортсменки Марыны Ивановой. Наталья Юдакимова, Олеса Рыбалка, Миколай Соболев. Новины региона. Переважно без опадков. Ветер дать 14 метров за секунду и до 26 градусов тепла. Такое надворы прогнозуют синоптики у сироте. У шотвер шакается невеликая воблашность. Без опадков – слабый ветер. И у день довольно спякотно – плюс 25, плюс 28. По прогнозу, у пятницы местами по в области пройдут мощные дожди и навольницы. Снова смоцнится ветер до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру у ночи складет 14-19 градусов. У день – 21-23 тепла. И только местами до плюс 26. Выходные, по словах синоптиков, прогнозуются западками и навольницами. А лет только у особных районах. Температурный фон будет у межих 22 градусов со знаком «плюс». Самые актуальные новины про жизнь в области на нашем сайте. ТВР Могилёв, Крупка БАЕ. Так само у группах у социальных сетках. А я на этом с вами раз витвуюся. Приятного вам дня и до встречи.